Приветствую любителей Москвы! Продолжаю знакомиться с Солнцевской и Желтой веткой метро. И это станция Ломоносовский проспект. Ну и как видите, конечно, станция, понятное дело, хай-тековая. Как видите, сплошной металл практически везде. И на потолке, и на стенах, и колонны. Ну, внизу там гранит, ну тоже. Короче говоря, тут, конечно, металла много. Но все-таки обратите внимание на колонны. Они, в общем-то, все-таки определенное оформление, как видите, имеют. Там вот всякие циферки. Расположились за такой синий фон. Но главное, конечно, такие вот цифры. Математические такие какие-то обозначения. Которые, несомненно, связаны с тем, что неподалеку находится Московский университет имени Ломоносова. Поэтому, собственно говоря, Ломоносовский проспект, ну и метро Ломоносовский проспект. Поэтому все-таки, как-никак, но даже в такой хай-тековой станции, оказывается, можно сделать хоть какое-то, заложить оформление, хоть какой-то смысл. Ну да, минимальный, конечно, так себе. Но, по крайней мере, хоть что-то. И станция за счет этого, она все-таки, на мой взгляд, запоминается. То есть такой вариант оформления все-таки больше ни в одной станции Московского метро нет. Станция, в общем-то, относительно неглубокая. 15 метров она залегает. Открыта она была в 2017 году. Когда открыли участок от Парка Победы и до Раменок. Вот. Ну, собственно говоря, как видите, колонная. Тоже одна платформа островная. Да, и туда-сюда. То есть, в принципе, обычная стандартная станция Московского метро. Ну, видите, тут тоже вот в вестибюлях эти, опять же, разные цифры. В разном порядке. Тут тоже вот в подземном переходе. Тоже цифры. Ну, в общем, все как бы посвящено цифрам. Потому что главное в Московском университете это математика. Как ее называют царица наук, да. Но вот все равно главное это, конечно, физикам. Ну, все, что связано с физикой, математикой, механикой. Вот весь комплекс вот этих физик и математических наук. Все остальное, конечно, это тоже имеет значение, но в меньшей степени. Главное это, конечно, именно математический такой, как бы сказать, цикл. Вот. И как раз около этой станции, кстати, находится институт механики МГУ. Ну, вообще, в целом, здесь идет граница. МГУ же не только высотное здание, но и в целом такой большой городок, конечно, студенческий. Вот. И вот он как раз здесь, вот прямо институт механики. Вот это, правда, это не Ломановский проспект, это Мичуринский проспект. А Ломановский, он прям совсем рядом. И станция находится на пересечении. Вон он, видите, вот там находится Ломановский проспект. Это жилой комплекс Шуваловский. Квартал целый большой, который построен на месте складов. Там железнодорожная ветка даже проходила. Неподалеку находилась железнодорожная станция Очакова-2. И вот здесь вот эту станцию построили. Кстати, хотели эту станцию, Ломановский проспект построить. Еще планы были с 90-х годов ее построить. То есть еще давным-давно. Но вот как-то все что-то не получалось, не хватало. И в итоге построили только в 2017 году. Здесь, конечно, самое главное, это вот этот сквер. Видите, официально как бы он называется сквер у китайского посольства. Напротив китайского посольства. Но на самом деле, в общем-то, у него много разных названий. По сути дела, такой безымянный сквер. Вот это называется, вот это, видите, пересечение Мичуринского, Ломановского проспекта. Называется площадь Индира-Ганди. А это памятник Махатма-Ганди. Ну, это совсем разные личности. Махатма-Ганди, вот этот. Они, правда, оба были убиты. Индира-Ганди и Махатма-Ганди. Но Махатма-Ганди, это был философ такой, который боролся за освобождение Индии. Такой как бы индийский уголок здесь, небольшой в Москве. Вот, он боролся за освобождение Индии. Там, кстати, вот кинотеатр Литва раньше был. Давно уже заброшен. Вон, там немножко видно, но за зеленью скрылся. Он боролся за освобождение Индии от власти Великобритании. Тогда Индия была колонией Великобритании. И убит он был в 1348 году. Ну, вообще, он такой был аскет. Индуский аскет был. Ну, в общем, занимался самосовершенствованием, короче, и так далее. Такой вот был человек. Ну, в общем, не мешал ему заниматься политикой тоже. Ну, а Индира Ганди, это уже более известная такая женщина, кто жил в советское время, знает. Она возглавляла Индию, там, в 60-е, 70-е годы. И в первом плане 80-х годов тоже была убита. Но она была убита, там, больше по религиозным таким причинам. Там конфликт был с сикхами. Ну, как течение такое в Индии. Ну, и, короче говоря, там. Они боролись, там, как сейчас назвали бы сепаратисты, боролись за освобождение, там, ну, скажем так, как часть Индии, да, как бы часть Индии хотели отъединить, да, скажем так, ну, для себя, для своей группировки, чтобы им там можно было, как бы, независимое, как бы, государство создать. Ну, короче, она была против. И вот эти охранники сикхи, они же ее убили. Ее телохранители, которые ее же охраняли. Ну, они были сикхами, а, соответственно, ну, там тоже всякие свои течения, короче, понятно. Ну, вот, а это, как бы, такой, да, вот, видите, вот этот сквер, кстати, я о нем говорил уже, по-моему, пару раз точно и показывал его когда-то. Ну, ничего, еще раз погуляем, это не страшно, хуже не будет. Вот, вообще, этот сквер, он интересен тем, что, он, кстати, был создан в 1858 году. Здесь, 10 лет назад, в конце 40-х, появилось посольство Китая. Вот, когда были, вскоре, после нормализации отношений между Китаем и Советским Союзом, после войны уже Великой Отечественной. Вот, и посольство здесь Китая повелось. И вот, соответственно, здесь сделали улицу Дружбы, провели его около посольства Китая. Ну, понятно, в честь восстановления хороших отношений. Вот, и заложили вот этот сквер. В 1858 году это произошло. При этом, у этого сквера даже есть свой архитектор. Этот сквер проектировала Милица Прохорова. Ну, сейчас мало кто о ней знает, но вот, на этом сквер проектировал, то есть дорожки, пруд. Вот, его центром является пруд, от которого отходят дорожки. А чем этот сквер вообще примечательен? Ну, я еще раз повторюсь, что названия у него разные. Надо назвать Китайский сквер, Мичуринский сквер. Ну, рядом с Мичуринским последовательно. Кстати, это район Раменки. Да, я не сказал, район Раменки. Метро находится. Вот, значит, ну, по-разному. Сквер у Китайского посольства, то есть, как такового названия особенно нет. Вон там, видите, он занят институт механики. Вот, ну, вот механика, это, конечно, оно из главных. Вот, важно то, что этот сквер, он естественный. То есть, тут очень много взрослых деревьев. Он, в отличие от многих других скверов Москвы, он практически не подвергся никакой, никакому благоустройству Собянинского. И вот даже, вот, обратите внимание, тут асфальт. То есть, не плитка, а асфальт. Вот, ну, и много разных народных тропинок. То есть, скажем так, в нем очень много зелени. Очень много зелени. Просто, вот, действительно, ну, я не сказал, что прям, вот, вообще, очень сложный, прям, лес какой-то. Ну, не, все-таки не лес. Но, реально, просто, вот, смотрите, заросли прям такие, да. Вот, вот, такими, в принципе, должны быть скверы, на самом деле. Да, по сути дела, это, как бы, вот, уже сейчас даже, вот, так сказать, как-то смотришь, как, такое впечатление, как будто бы, ну, скажем так, это самое... О, надо же, какой сквер, сколько тут растительности, да. Вот, даже уже немножко поражаешься, как бы, уже, насмотревшись скверов, которые сейчас вот делают, вот. Но, на самом деле, такие скверы, они должны быть. Потому что, самое главное в сквере, это, кстати, вот, второй выход туда дальше, вот, по ту сторону территории МГУ. Там улица Академика Хохлова проходит. Ну, и дальше, там, ботанический сад. И, кстати, вот, этот сквер, он является, как бы, продолжением ботанического сада МГУ. Но, к сожалению, он закрыт для, так сказать, просто прохода свободного, поэтому там закрытая территория, только экскурсия надо проводиться. Ну, короче, просто туда не попадешь, только для своих. Вот, такие вот скверы, они, по идее, должны быть. Вот, так что, вот, смотрите. Вот, вот, какие должны быть скверы. И дальше туда можно идти. Сквер, кстати, довольно большой. Он простирается вот между тремя проспектами. Мичуринским, Ломоносовским и Университетским. Университетский, это вот по ту сторону, туда вот, направо. И вот там можно идти, идти, идти. Сейчас вот центр является вот этот вот пруд. Сейчас я покажу. Вот, это тоже, значит, Мичуринский пруд, тоже по-разному. Он прямо находится, прямо напротив посольства Китая. Вот, надо еще называть Китайский пруд. Он, кстати, на территории самого посольства Китая находится, и там есть свой пруд. Вот, тот действительно китайский. А это против, а это просто напротив Китайского посольства. Вот такой большой пруд, он абсолютно круглый, что интересно. Вот, это как бы центр, ну, видите, сколько деревьев, обратите внимание. Вот, наверное, я так понимаю, что посольство Китая запрещает тут какую-то вырубку деревьев, всякие благоустройства, и поэтому, скорее всего, хотя я так понимаю, что эта земля ему не принадлежит этому посольству, все-таки же не территорию посольства, но все-таки оно не хочет. Я так понимаю, что именно поэтому этот сквер так, в общем-то, уцелел, ну, практически первозданно видит деревьев по 60-70 лет многим. До новых встреч!